По данному вопросу теперь осуществляется не по 491 постановлению, а по 354 постановлению. В связи с этим, так как еще с 1 июля 2021 года, этого года, внесены изменения по организации надзорной деятельности, где конкретно указано, что у нас подсчитает по этой части именно дождь подшел надзор. И с этим мы проводим очередной семинар. В семинаре у нас принимают участие и представители Алины Сергеевны, все видят, да, в муниципальной жилищной инспекции. Также принимают участие у нас в семинаре Наталья Борисовна Степановна, заместитель начальника отдела по жилищному надзору, госстрой-жилнадзор, который непосредственно осуществляет надзорную деятельность данной части. Спасибо. Иван Иванович нам сейчас расскажет теоретическую часть. Все вопросы можно задавать и Алине Сергеевне, и Наталье Борисовне, и все готовы к поступающим вопросам. Ну вообще, как Ирина Алексеевна раньше... Так, сейчас, секунду. Ну давайте начнем, как Ирина Алексеевна раньше сказала, обращение с твердыми коммунальными отходами, теперь она является коммунальной услугой. И, соответственно, прежде чем мы начнем рассказывать о сущности этой коммунальной услуги, мы в первую очередь должны поговорить о нормативно-правых актах, которые, соответственно, регулируют вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. И первым, конечно, наиболее важным нормативно-правым актом у нас является Федеральный закон об отходах производства и потребления от 24 июня 1998 года, номер 89 ФЗ. Если у кого-то, да, есть вопросы, просьба, когда задаете вопрос, включите камеру, пожалуйста. Далее. Следующий нормативно-правовый акт – это постановление правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года, номер 1156, об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года, номер 641, вместе с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами. И следующее постановление – это постановление правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года, номер 354, предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещениям на квартирных домах и жилых домов, вместе с правилом предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещениям на квартирных домах и жилых домов. Соответственно, эти три для того, чтобы понимать все о коммунальной услуге в обращении с твердыми коммунальными отходами, нам нужно хорошо почитать, посмотреть вот эти вот именно три нормативно-правовых акта. С 2018 года, соответственно, обращение с твердыми коммунальными отходами у нас осуществляется с региональными операторами. Это установлено в федеральном законе, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается одним или несколькими региональными операторами. В соответствии с региональной программой в области обращения с отходами или территориальной схемы обращения с отходами. Всего у нас бывает 5 классов опасности отходов. Первый, второй, третий, четвертый и пятый класс, как вы можете видеть, у всех разные названия именно по опасности. Но именно в практике многоквартирных и жилых домов мы сталкиваемся именно с пятым классом практически не опасные отходы. Дальше, что касается регионального оператора. Статус регионального оператора присваивается на срок не более чем 10 лет. Гридическое лицо, которое выполняет функции регионального оператора, может быть лишено статуса регионального оператора по основаниям определенными правилами обращения с твердыми коммунальными отходами. И, соответственно, правило нам устанавливает следующее основание, по которому гридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора. Для всех, кто не знает, региональным оператором у нас является О.Э.К.Альянс, который находится на улице Забайкальской, и основания для лишения статуса такие. В течение календарного года по вине регионального оператора были допущены многократные, два раза и более, нарушения настоящих правил или условия договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами или условия соглашения в отношении объема массы твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне деятельности регионального оператора, утвержденные актами нарушения региональным оператором обязательств по договору составлены в порядке видосмотренным типовым договором. В течение календарного года региональным операторам были допущены многократные нарушения настоящих правил и условия соглашения, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан. Задолженность регионального оператора по оплате услуг оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами превышает 12-ю часть необходимой валовой выручки регионального оператора, определенные органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими государственное регулирование тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Дальше, следующее основание. Нарушение схемы потоков твердых коммунальных отходов от источников и их образования до объектов, обработки, утилизации, обезвреживания. Нарушение условий соглашения в отношении предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению. То есть, соответственно, имеется исчерпывающий список оснований, по которым юридическое лицо, пополняющее функции регионального оператора, может быть лишено такого статуса. Дальше, говоря о договорах на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональный оператор заключает договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами собственниками твердых коммунальных отходов, если иной не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным для регионального оператора. Региональный оператор не вправе доказать заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами собственника твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления, которые находятся в зоне его деятельности. Главное, что мы должны из этого выяснить, что региональный оператор обязан заключить договор на оказание услуг. Но также здесь обувидаустра норма. Собственники твердых коммунальных отходов также обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором в зоне деятельности, в которой образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления. Поэтому многие собственники у нас удивляются, когда они, оказывается, заключили договор с региональным оператором, о котором ничего не знают и с них берут плату. Об этом мы поясним чуть далее. Дальше мы поговорим подробнее об обращении с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в местах либо площадках накопления твердых коммунальных отходов, с логированием твердых коммунальных отходов вообще можно осуществлять тремя разными способами. В первую очередь в контейнерах, которые расположены на суприемных камерах, то есть при наличии мусоропроводов на гвартирных домах. В контейнерах либо бункерах, расположенных на контейнерных площадках, это самый распространенный у нас, соответственно, в республике вариант накопления, поскольку мусоропроводов у нас не так уж и много. А либо в пакет или другие емкости предоставлены региональным оператором. Это касается в первую очередь частных живых домов. Также следует сказать, что лицо, которое ответственно за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупноговорительных отходов в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, обязано обеспечить на таких площадках размещение информации в обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике площадок. То есть на каждой контейнерной площадке, которая у вас находится возле многоквартирного зона, соответственно, обязательно должна быть размещена информация об обслуживаемых объектах, о времени вывоза мусора и так далее. Это, соответственно, этим должны заниматься обслуживающие организации, то есть управляющие организации, ТСЖ, кооператив и так далее. Что у нас запрещается складировать в контейнере? В контейнерах запрещается складировать горячие, раскаленные, горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лица, осуществляющих погрузку либо разгрузку контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов в обработке, обезвреживании и захоронении твердых коммунальных отходов. Прошу заметить, что здесь, например, не указано о так называемых строительных отходах, которые у нас региональный оператор зачастую отказывается вывозить, что, соответственно, не совсем понятно почему, потому что вообще к определению строительных отходов у нас нет на нормативном уровне и, соответственно, по-хорошему, в региональный оператор такие строительные отходы все равно должен вывозить, поскольку они все равно являются твердыми коммунальными отходами, которые производятся в процессе жизнедеятельности граждан квартирных домов. Также потребителям запрещается осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов, за исключением случаев установленных в законодательстве Российской Федерации. То есть вне контейнеров по-хорошему ничего быть не должно. Это уже когда складируется что-то вне контейнеров, это происходит чаще всего по одной причине, потому что контейнеры вовремя не вывозятся, находятся в полном состоянии и приходится людям складировать возле контейнеров, что приводит к нарушениям правил обращения с твердыми коммунальными отходами. Что касается договоров, которые содержат положение предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, они могут быть заключены с исполнителем в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий. Что такое конклюдентные действия? Конклюдентные действия – это действия лица, которые показывают своим поведением желание вступить в определенные правоотношения, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении. Если простыми словами говорить, то есть то, что у вас образуется мусор в квартире и требуется вам куда-то, соответственно, его выбросить, это уже является конклюдентными действиями для заключения договора. То есть у вас автоматически уже договор с региональным оператором заключается.